Правительство и Союз промышленников продолжают работу над антикризисным законодательством. Накануне на встрече в Рыбнице обсудили предложение по смягчению негативного воздействия очередного пакета санкций, который затрагивает отечественных экспортеров, рассказывает Алла Горбатенко. 2022 год войдет в историю Приднестровья как один из самых сложных для экономики республики. Разорванные финансовые и экономические связи, дорогая логистика, потом газовый кризис. Все это ощутимо ударило по промышленности Приднестровья, особенно по предприятиям-экспортерам. Новый год принес новые проблемы. Недавно Евросоюз принял очередной пакет санкций. За первые два месяца текущего года, к сожалению, ситуация не улучшилась в плане логистического, скажем так, контрактных связей наших предприятий, а ухудшилась в связи с недавним февральским десятым пакетом санкций, которые были приняты на уровне Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и затронули очень многие предприятия нашего государства. Санкции в первую очередь коснутся предприятий легкой и электротехнической промышленности, которые торговали с Россией. СПАП разработал ряд предложений по поддержке производств. Главная цель – не допустить, чтобы предприятия остановились. Мы задали посыл. Если усугубляются соответствующие внешние риски, то мы должны максимально возможно найти способы минимизировать барьеры внутри Приднестровской и Молдавской республики. Сейчас не время нагружать бизнес дополнительными, скажем так, фискальными нагрузками, дополнительными регуляторно-административными нагрузками. Надо дать возможность бизнесу зарабатывать деньги для себя и для государства в сложнейших условиях хозяйства. Огромный дефицит кадров – это еще одна проблема, которую обсудили на встрече в Рыбнице. На предприятиях сейчас катастрофически не хватает квалифицированных сварщиков, слесарей, станочников. А из тех, что работают, большинство предпенсионного или уже пенсионного возраста. Система подготовки специалистов среднего звена у нас работает на протяжении длительного периода времени. Сама по себе, а предприятия сами по себе. Единственное, только сюда вклинивается небольшая прокладка дуальной системы образования, которая покрывает потребности предприятия только в отдельных направлениях и в отдельных узких специальностях. По словам Юрия Чебана, систему подготовки кадров необходимо менять. Для этого нужна отдельная государственная программа. Кроме того, изменений требует и устаревший трудовой кодекс. У Союза промышленников уже есть предложения по разработке нового закона.